Кто дом не строил Кто хочет ума набраться, меньше говорить, больше слушать. А кто хочет людям сказку рассказать, должен помнить, что верёвка хороша длинная, а слово короткое. Наша сказка не длинная, не короткая, в самый раз. Жил на свете в давние-давние времена царь. Злой да жестокий, глупый да жадный. Приказал он как-то созвать во дворец всех портных и портних. Что согревает нас в холодные зимние ночи? Одеяло. Что укрывает нас от зноя? Одеяло. Человек без одеяла, что конь без седла, что дом без крыши, что праздник без музыки. Кто сошьёт одеяло точно по царскому росту, того я и награжу по-царски. Но тот, кто принесёт слишком длинное или короткое одеяло, станет нашим рабом. А наше царское слово дороже золота и крепче алмаза. Принялись за работу мастера. А царь сидит во дворце, шашлык ест, вином запивает, ждёт, когда ему одеяло принесут. А вокруг него придворные танцуют и песни поют. Ты великий, великий, могучий, ты знаешь, как дух, как дух, как дух, как крути наше солнце и заря. В славе нашего царя. Утром, вечером и днём славу мы тебе поём. В полдень вечером и утром мы поём о самом мудром. Утром, днём и вечером делать больше нечего. Только славить и хвалить, только славить и хвалить. Хвалить, хвалить и за всё благо, 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 благодарить. Утром, вечером и днём славу мы тебе поём. В полдень вечером и утром мы поём о самом мудром. Утром, днём и вечером делать больше нечего. Только славить и хвалить, только славить и хвалить. Хвалить, хвалить и за всё благо, 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 благодарить. Прошло немного времени, и вот молодой мастер принёс во дворец своё изделие. Посмотри, царь, сделай милость. Ну-ка, молодец. Чем порадуешь, царское величество? Вот одеяло на пуху, стёганное, мягкое да тёплое, как шерсть горной козы. Ласковое да нежное, как материнская рука. Награди меня, царь. Погоди, не торопись. Примерю-ка я его. Ва-а-ай. На вид оно вроде неплохое, а? А вот точно ли по мерке? По мерке, не сомневайся. Так. Наглец. Наглец. За это кургузо и одеяло ты хочешь получить царскую награду? Смотри. Оно даже ног моих не покрывает. Как ты осмелился принести мне этот лоскут? Помилуй, царь. Ты им неправильно покрываешься. Ты, видно, перепутал длину шириной и накрылся одеялом поперёк. Ты ещё учить меня вздумал. Я царь. Царь. Ты, видно, об этом забыл? Как хочу, так и укрываюсь. Плохое твоё одеяло. Слово моё дороже золота, крепче алмаза. Бросьте этого молодца в подземелье. Помилуй, царь. Одеяло. Оставьте одеяло. Пусть теперь поработает на меня. Вот какой был царь. Хотел, чтобы даром на него работали. И каждого, кто приходил к нему с одеялом, он заковывал в цепи и заставлял работать день и ночь в глубине горных пещер. Что делать? Что делать? Ни одно одеяло мне не подходит. Но я держу царское слово. Оно дороже золота, крепче алмаза. У меня одна забота, чтоб с утра и до утра Стали на меня работать все умельцы-мастера. Слово дама захочу, захочу, так обратно ворочу, ворочу. Так обратно ворочу. Я не даром царством правлю, у меня такой закон. Хитрость выше всяких правил, кто хитерт, а ты умен. Мой характер всякой знает, я славам своим хозяин. Слово дама захочу, захочу, так обратно ворочу, ворочу. Так обратно ворочу. И никто не смел перечить царю. Тысячи несчастных, проклиная свою судьбу, становились рабами жадного царя. Ну, а ты что принесла, почтенная женщина? Принесла одеяло, царь. Смотри, оно шелковое, легкое, как облако. И узор золотыми нитями на нем вышит, и края мехом обшиты, и углы кистями украшены. Из-под него и вылезать не захочешь, так весь век под одеялом и пролежишь. Говорит, ты, вижу, мастерица, и одеяло красиво. Да не велико ли? В самый раз, царь, лучше нельзя. Как же тебе, старуха, не стыдно. На кого ты шила одеяло? На человека или на буйвола? Не видишь? Я же в его складках утонул совсем. А зачем же ты, царь, под одеялом-то скорчился? Ты ноги вытяни, спокойный ляг, и будет тебе одеяло впору. Я царь. Как хочу, так под одеялом и лягу. Не смогла угодить, становись моей рабой. А мое слово царское дороже золота и крепче алмазов. Смилуйся, царь, не позорь старость мою. Пожалей меня, пожалейся, да и волосы мои, царь. Если бы в волосах были ум и умения, то коза стала бы пророком. Слух о злодеяниях царя дошел до одного портного. Он был стар, петен и хром. Нет, клянусь, папа. Или я умру, или выручу этих несчастных. Выбрось из головы эту затею. Нет, нет и нет. Тебя посадят в темницу, недаром говорят. Из царской чаши воды не пей. И в царскую чашу попадает муха. Собери-ка мне, жена, обрезки сица. Сошью я царю лоскутное одеяло. Такой плохой человек лучшего не достоин. Царь на твое одеяло и не посмотрит. Сразу бросит тебя в пещеру. У меня есть старый друг и помощник, с которым я никогда не расстаюсь. Он мне поможет. Что же это за друг? Пока секрет. Ну, собрала лоскутки. Вот они. Теперь за работу. Лихо спорится работа, весел труд любой. Поль работаешь с охотой, с делом справишься легко ты. Только всякую работу делай с головой. Верно, с головой. Если взялся ты за дело, она крепко усвой. Мало в деле быть умелым, сильным, ловким или смелым, надо бы на любое дело делать с головой. Верно, с головой. Ну вот, одеяло и готово. Прощай, жена. Береги себя, дорогой. Помни, лучше с умным камни таскать, чем с дураком плов есть. Не беспокойся, я скоро вернусь. Взял портной свою суковатую палку и пошел по дворец. Здравствуй, царь. Здравствуй, здравствуй. Я принес тебе роскошное одеяло, царь. Хвалился и шаг конем стать, да уши помешали. Зачем обижаешь? Самые искусные мастера не сумели шить одеяло по моему росту. А я не искусный мастер. Я портной. Чем же ты гордишься? Тем, что я самый главный после Всевышнего. Слыхали? После Всевышнего первый я. Нет, я. Нет, я. Когда рождается человек, его прежде всего одевают. А кто его одевает? Портной. От этого оборванца я потеряю рассудок. А, милый царь, можно ли потерять то, чего нет? Примерь мое одеяло и пусть я потеряю папаху, которая у меня есть, если оно не придется тебе точно по мерке. Ну, хорошо. Хорошо. Накрывай меня этим тряпьем, который ты осмелился назвать одеялом. И вот портной накинул лоскутное одеяло на царя, и оно покрыло его с ног до головы. Но царь в один миг перевернул одеяло поперек, и портной увидел, что царские ноги в алых бархатных туфлях торчат наружу. Наденьте на этого урода собачий ошейник и посадите его на цепь посреди двора. Пусть он по ночам пугает лайм летучих мышей. А ну-ка, старый друг, приятель, помогай. И с этими словами портной поднял свою суковатую палку и больно ударил царя по ногам. А, чё? А, и больно! Бухает больно! И царь спрятал ноги под одеяло. Да как ты посмел? Да как ты мог? Да я тебя... Эй, стража! Немедленно казни Дерского! Погоди, царь. Одеяло-то пришлось тебе точно по росту. Ноги ведь не торчат. А ты сам часто говорил, что твоё слово дороже золота и крепче алмаза. Вот казню тебя сейчас и узнаешь цену моему слову. Вспомни, царь, старую поговорку. Кто обманул сегодня, тому не поверят завтра. Крик гнева застрял у царя в глотке. Позеленел он от злости, зубами заскрешетал. Но видит, делать нечего. Перехитрил его портной. Ладно, старик, ты прав. Проси всё, что хочешь. Только обещай молчать о моём позоре. А то узнают люди, что простой портной меня палкой бил. Смеяться будут. Не надо мне твоего золота, царь. Я себя своим трудом прокормлю. Я ведь портной. А вот отпусти на волю всех, кого ты обратил в рабство. Тогда ты и слово своё сдержишь. И о позоре твоём никто не узнает. Так и пришлось царю отпустить на волю своих рабов. Не хотел он этого делать. Да боялся. С тех пор царь от позора и злости стал хереть да сохнуть. И скоро от него ничего не осталось, кроме горсти пыли, которую развеял ветер. Недаром говорят старые люди, «Если собираешься рыть другому яму, копай её по своему росту». Редактор субтитров А.Семкин